Программа расстеления из аварийного жилья. Звучит многообещающе, но на деле одни ждут своей очереди годами, порой рискую жизнью, а других расселяют принудительно. В этом доме на улице Харьковской живет всего одна семья Луценко, ветеран труда Вера Павловна и ее сын Геннадий. Остальные пять квартир пустуют. Их бывшие владельцы разъехались по разным адресам, добровольно сменив квадратные метры старого жилфонда на новые квартиры еще в 2011 году. Семья Луценко, администрация Энгельского муниципального района, предлагала квартиру на улице Ломоносова, но получила отказ. И никуда я не хочу уходить. Мне дорог этот дом. Прошу не трогать меня. Я уже больной старый человек, парализованный. Чего, куда меня выкидывать? Я здесь состарилась, прожила всю жизнь. Пришла тоже молодой. Здесь у меня сыновья родились, у меня здесь внуки, правнуки уже. Свой отказ Луценко объясняют тем, что согласия на участие в каких бы то ни было программах по расселению не давали. Имея свидетельство на квартиру и земельный участок, мать и сын пытаются отстоять свое право распоряжаться законным имуществом. Тем более, что документа, подтверждающего аварийность дома, нет. Нам приехали, отрезали тепло, чтобы мы быстрее согласились. Отрезали свет. У нас за все коммуникации были выполнены. Договор мы ни с кем с управляющей компанией не расторгали. Лишенный всех благ цивилизации, Луценко смогли восстановить только электричество. Геннадий рассказывает, как неизвестные люди по ночам били окна и растаскивали остатки имущества из заброшенных соседских квартир. Чтобы обезопасить себя, пришлось установить железную дверь в подъезде и камеры наружного наблюдения. Жизнь превратилась в борьбу за существование. Зато расселять дома, аварийность которых очевидна, никто не спешит. Как ни странно, все коммуникации здесь подключены. И выносливость конструкции, видимо, не вызывает опасений. Я писала и президенту, писала и губернатору. Приходит от президента, что на рассмотрение в Саратовскую область. В Саратовской области отправляют в Энгельс. С Энгельса нет средств. Ждите переселения. Второй микрорайон – дом 10. Заходить в него опасно для жизни. Когда в нескольких комнатах обрушился потолок, чудом никто не пострадал. Дом, который может рухнуть в любой момент, обещают расселить на протяжении последних 15 лет. Как говорят местные жители, долгожданное событие возможно в конце текущего года. Не случайно, чем ближе срок расселения, тем больше появляется неизвестных собственников аварийного жилфонда. У нас реально проживает 18, допустим, семей, которые реально здесь живут. И живут и страдают. А остальные все прописаны. Откуда-то появились в этом году новые платежки на 50-ю комнату, которой здесь в жизни не было. Геннадий Луценко с удовольствием бы предоставил место в очереди на расселение тем, кто в этом действительно нуждается. Но понимает – это невозможно. За годы противостояния с муниципальной властью многострадальный Дом-2 оказался фактически на стройплощадке. Застройщик уже занял часть придомовой территории. Когда строительная компания «Матис» стала валить огромные тополя у дома, расчищая подъезд к стройплощадке, Геннадий пытался их остановить, но разговор не сложился и практически перерос в драку. На кадрах сам директор строительной компании – некто Хорюков. Чтобы выселить упрямых жильцов принудительно, администрация Энгельского района обратилась в суд с иском о выкупе жилого помещения и земельного участка для муниципальных нужд. Тогда сама формулировка «для муниципальных нужд» показалась, мягко говоря, некорректной. Освобождение территории для строительства коммерческого жилья под это определение не попадает. К тому же аварийность дома стоит под сомнением. Органами власти нарушены процедуры изъятия, поэтому прокурор просил удовлетворения искра отказать. В феврале 2015 года Энгельский районный суд принял сторону семьи Луценко и отказал в иске администрации. Однако в июле Саратовский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и отменил решение суда первой инстанции, невзирая на то, что прокуратура осталась при своем мнении. В настоящее время срок для обжалования решения в конституционном порядке не истек. Прокуратура в Саратовской области решение судебной коллегии проверяется на соответствие с законом. Тем временем администрация муниципального района спешит поставить в деле точку. Выселить ветерана труда Веру Павловну Луценко и ее сына, кавалера Ордена Красной Звезды за Афганистан, предоставив им из бюджета 2 миллиона 105 тысяч рублей. Эта выплата в нашем бюджете Энгельского муниципального района заложена. В этом году мы планируем ее ему выплатить, вследствие чего данная программа по этому дому будет считаться завершенной. Речь идет о программе переселения в рамках 185-го федерального закона. Контроль за ее исполнением в регионе лежит на Министерстве строительства и ЖКХ. Два года назад, отвечая на запрос Геннадия Луценко, ведомство указало, что дом вошел в данную программу, а теперь он загадочным образом исчез из списков. Программа переселения в соответствии с 185-м федеральным законом вышеуказанной на квартирный дом не вошел, ввиду того, что он не был признан аварийным до 1 января 2012 года. В соответствии с действующим законодательством, как я уже сказал, обязанность по расселению на квартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, относится к компетенции органов местного самоуправления. Расселяют они, скажем так, по своей какой-то муниципальной программе. Так по какой же программе расселяют дом? Может, это путаница не случайно? За годы борьбы в руки Геннадия попало много интересных документов. Например, три кадастровых паспорта с разными номерами на одну и ту же квартиру. И только в одном документе собственником жилья является Вера Павловна Луценко. Это может быть такая техническая ошибка без каких-то злонамеренных, без злых намерений. А второй вариант – это может быть следствие коррупционных каких-то взаимоотношений, в результате которых сознательно была сделана совершенно другая документация. Для этого коррупционные вещи эти и делаются, чтобы можно было без сведения владельца ее продавать сколько угодно раз. Геннадий из-за двоения данных по квартире трактует не иначе, как злой умысел. Один и тот же дом дважды участвовал, как я понял, в разных программах. То есть в программе «Жилище» этот дом участвовал, «Харьковская-2». И после этого он участвовал по 175 закону. Поэтому Владимиру Владимировичу Путину, я думаю, денег столько не найдется, чтобы один дом, два жили, трижды расселять. Чтобы президент страны узнал о том, как реализуется программа расселения и помог восстановить справедливость, Вера Павловна готова подарить главе государства половину своей квартиры. Но пока оформить дарственную никто не берется. Примечательно, что ситуация с домом 2 на Харьковской улице не уникальна в своем роде. Похожий конфликт сложился у администрации с жильцами дома номер 10 на улицу Театральной. Там дело до суда пока не дошло. Вот и получается, что в первую очередь расселяют дома, расположенные на лакомых кусочках земли или в местах активной застройки. А реально аварийное жилье трещит по швам и ждет своего часа. Светлана Манжелеева, Роман Козлов, Анатолий Милосердов. Открытый канал.